Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как проходит новогодний парад в Лондоне. Первый раз на новогодний парад я пришла, когда еще была туристом в Лондоне, по-моему, в 2009 году. Это был 1 января, и как раз мы приехали с мамой к моему брату в гости, и именно с мамой мы отправились на этот парад. Заходя в метро на Seven Sisters, мы встретили молодого человека, который тоже был русским, и ехал на этот парад. Ну, мы так как-то познакомились, пока ехали, и в итоге весь день мы протусили вместе с ним. Парад был очень интересный на тот момент. Много различных коллективов, красочных, от персонажей Звездных войн, Дед Морозов, Медведей, до каких-то летающих драконов и фантастических птиц. Абсолютно все можно увидеть на этом параде. Основной частью парада являются духовые оркестры, которые, проходя парадом, играют свою музыку. Как шотландские оркестры, как уэльские, так и ирландские, и английские. Все абсолютно оркестры принимают участие в этом параде. Вот примерно такие мелодии они исполняют. Кроме того, девушки-чирлидеры, очень странно, конечно, это больше американская традиция, но часто встречаются такие большие группы спортивных фанатов. Чирлидеры – это группа поддержки, девочки в таких коротких юбочках с какими-то махушками в руках идут и делают одновременно какие-то определенные движения. Кроме того, иногда они останавливаются в части парада и представляют какое-то шоу, там какой-то танец или как-то прыгают. Также есть молодые люди, которые их подкидывают вверх, в общем, они делают какие-то конструкции, какие-то фигуры. Вот, посмотрите, как они танцуют. Продолжение следует... Это тоже достаточно интересно посмотреть. Милости просим на парад. Кроме того, в параде участвуют различные автомобили, как старинные, как киношные, как реальные, от скорой помощи до пожарной, полицейской или какие-то определенные марки. В общем, все, кому не лень, участвуют в этом параде. Даже какие-то другие национальности и коллективы, которые живут и развиваются в Лондоне, также приходят на парад показать свое искусство. Вот, посмотрите, как это происходит. Субтитры подогнал «Симон»! Также проходит парад конной гвардии, проходят какие-то персонажи, которые наряжаются в огромные такие технические конструкции, которые движутся на платформах и даже иногда интерактивно как-то общаются с людьми. Кроме того, какие-то поезда старинные или велосипеды, что угодно может быть представлено на этом параде. Очень ярким и красочным мне запомнился один из парадов, когда надули очень большие баллоны, то есть огромные воздушные шары, и вот так вот парадом прошлись. Парад идет от Грин Парка по всей Пикадилли-стрит, потом заворачивает на Пикадилли-сёк, спускается вниз на Палмау, и оттуда идет через Трафальгарскую площадь и Вайт Холл до Парламент Сквер, где, в принципе, и заканчивается весь этот парад. Парад начинается в 12 часов, люди обычно приходят заранее, чтобы занять интересные и хорошие места, но, в принципе, если вы придете к 12, ближе к Грин Парку, допустим, очень много свободных мест. Я несколько раз присутствовала на этом параде, из года в год практически одно и то же, но помимо того, что меняется какая-то тематика этого парада. В 2012-м парад был посвящен Олимпиаде, в каком-то другом году еще что-то, еще что-то, и вот так вот тематика каждого парада притягивает новые костюмы, новые коллективы участвовать в этом событии. В последнее время я перестала ходить на этот парад в связи с террористической угрозой, как бы очень большая толпа собирается в первый день января, страшновато стало. Кроме того, часто в этот день проходят такие проливные дожди, что даже не хочется выходить из дома, ну или просто в этот день меня не бывает в Лондоне, я куда-то уезжаю. Но, в принципе, я не отговариваю вас сходить на этот парад, если вы ни разу на нем не были, стоит хоть раз посмотреть на него. Парад проходит 1 января в 12 часов, приходите на Трафальгарскую площадь или на Пикадилли стрит, где можно увидеть абсолютно все, что будет происходить в центре Лондона. Пока на этом все, я не прощаюсь с вами, до новых встреч!